В эфире канала ННТ Новости Дагестан, в студии была Ахмедова. Здравствуйте! В начале выпуска коротко о главном. Так что горит лес или трава? В Левашинском районе, вблизи села Купа, уже несколько дней тушат пожар. Оказались в нужное время и в нужном месте. Школьники в одном из поселков Хасанюштовского района спасли 4-летнего мальчика. К наплыву туристов готовы. Перевозчики республики организовали автопробег в честь открытия сезона. И плов поел, и добро совершил. О благотворительной акции, прошедшей во дворе Джума-Мечети, расскажем в выпуске. В Левашинском районе, вблизи села Купа, уже несколько суток горит сухая трава и кустарники. По информации регионального МЧС, в тушении очагов возгорания на месте принимают участие 48 сотрудников и 8 единиц техники спасательного ведомства. А также работники комитета по лесному хозяйству и местные жители. Площадь возгорания около 300 квадратных метров. По делу о гибели двух человек в результате взрыва в квартире в Каспийске задержан мастер организации «Анжигаз». Об этом сообщает СК по региону. Напомним, взрыв в жилом доме на улице Молодежная произошел 28 октября. С ожогами была госпитализирована семья из трех человек. Двое скончались, 11-летнего ребенка удалось спасти. По версии следствия, причиной трагедии стали нарушения газовиков при техническом обслуживании и наладке оборудования, из-за чего и произошла утечка. Масштабная реконструкция парка Ленинского комсомола начата в столице республики. Об этом сообщает администрация Советского района. Скоро здесь появятся новые тротуарные дорожки, зеленые газоны и скамейки. Работы ведутся в рамках госпрограммы по развитию города Махачкала. Напомним, это один из самых старинных парковых зон города. Он был заложен еще в 1876 году на месте плодового сада и ягодника. Сегодня здесь растет около 80 видов деревьев и кустарников. 32 автомобиля для нужд здравоохранения Дагестана поставлено в республику. Торжественная церемония передачи 28 новых санитарных машин «Лада Гранта» и четырех автомобилей скорой помощи и медицинским организациям прошла на площади Махачкалы. Новые автомобили переданы главврачам больницы из 19 районов и трех городов. Всего в 2023 году будет закуплено 90 единиц специализированного медицинского транспорта. Отважный поступок совершили школьники в поселке станция Карланьюрт Хасавюртовского района. Во время прогулки они спасли ребенка, упавшего в канаву. Четырехлетний мальчик не подавал признаков жизни и подростки, не раздумывая, бросились на помощь. О героях нашего времени сюжет Курбана Рагимова. Это был обычный выходной день, 8 марта. Школьники Али Абдуразаков и Мамудин Касумов прогуливались вдоль канавы. Поначалу они даже не поняли, что за черная куртка на поверхности воды. Говорят, действовали по инстинкту, будто знали, что медлить нельзя. Он мне показал какую-то машину, но мой взгляд упал на движение, я даже не понял, куда он показывает. И потом там была стая гусей. Среди этих гусей я заметил какую-то куртку. Я не знаю, что со мной случилось. Я сразу начал бежать. Снял с себя куртку, футболку и резко нырнул. Я даже не мог предположить, что там был ребенок. Когда увидел, что он побежал, я тоже заметил, что что-то плавает. И побежал сразу за ним. После того, как он прыгнул в канаву, он подтянул ребенка к берегу. А я его вытащил. В тот момент он был без сознания. Подростки сразу оказали четырехлетнему мальчику первую медицинскую помощь, благодаря чему ребенок начал дышать. Навыками они овладели в школе. Оба состоят в дружине юных спасателей Кремень. У нас налажена работа. Это очень хорошо. Одним из конкурсов безопасного колеса является оказание первой медицинской помощи. Поэтому мы очень сильно к этому конкурсу готовимся. И этапы оказания первой медицинской помощи, они ознакомлены с ним. Даже первые места они занимали именно в этом конкурсе. В школе в один голос говорят, Али и Имамудин – мальчики скромные. Учеба, дом, тренировки. Да и мальчиками их назвать трудно. На такой поступок способны только настоящие мужчины. В учебном заведении восхищены подвигом маленьких героев. Поступок настоящего героя, можно сказать. Это отважные ребята. Мне кажется, не только они. Даже если другие ребята были, они тоже точно так же поступили бы. Это наша администрация и наше районное управление образованием очень положительно реагирует. Это, конечно, так не останется. Мы от себя тоже наградили детей подарочками. Об этой истории ребята не рассказали никому. Узнали все только на следующий день, когда в школу пришла мать спасенного ребенка. Чествовали Али и Имамудина на торжественной линейке. Сказать спасибо большое этим мальчикам, что не прошли мимо, не оставили ребенка в воде. Большое спасибо. Мы просто оказались в нужное время, в нужном месте, считают школьники. В этой ситуации другие поступили бы так же. Я думаю, что если даже каждый проходящий мимо увидел бы этого ребенка, спас бы и сделал бы то же самое, то что и мы. Я тоже не могу сказать, что это был геройский поступок. И так каждый человек поступил бы. Курбан Рагимов, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, станция Карлон-Юрт, Хасавюртовский район. Туристический сезон в Дагестане открыт. В честь этого предприниматели-автоперевозчики организовали автопробег. В акции участвовали более 30 машин. Маршрут проходил по живописным уголкам Дагестана. Стартовали с Буйнакского перевала, конечный пункт, побережье Каспийского моря. Мероприятие направлено на популяризацию внутреннего туризма и пропаганду экскурсий на автомобилях. Мы будем рады встречать и провожать кого угодно и где угодно. Любое время дня и ночи, да? Два-четыре на семь, да. У нас большая группа, объединенная группа. Дружно, мирно живем, обсуждаем разные вопросы. Периодически встречаемся год один-два раз, да, Магомед? То, что мы собираемся периодически, значит, это для того, чтобы, естественно, улучшить качество, качество детей, которые доставляют нами услуг, чтобы мы, значит, могли с людьми, значит, могли правильно контактировать. Где-то мы между собой общаемся, набираем опыты, потому что у нас есть ребята, которые уже давно занимаются этим делом, они нам где-то подсказывают. Поэтому мы периодически, значит, собираемся и ведем, значит, вот такие вот встречи. Плов добра. Акция, призванная помочь нуждающимся. Каждую пятницу во дворе Джума мечети столицы раздают горячий узбекский плов. А желающий помочь благому делу может купить порцию другую за символическую сумму. Все вырученные деньги уходят на благотворительность. Подробности в сюжете Хамзы Нурмагомедова. Вкусно поесть и заодно поучаствовать в благотворительности. Фонд «Инсан» запустил акцию во дворе Джума мечети столицы. Каждую неделю после пятничной молитвы прихожанам предлагают купить горячий плов за 150 рублей. А нуждающимся раздают его и вовсе бесплатно. Почему решил купить? Потому что эти деньги идут на помощь людям. Ну, заодно угостить друзей, две порции взял, и садаха дополнительно еще получить от того, что угостил. Очень хорошее дело. Надо продолжать и очень рады. Очень хорошая акция. Можно и пообедать, и принести благо людям, и садаха сделать. И плов узбекский тоже очень вкусный. Так что два в одном. За одну акцию реализуется около 600 порций. Благотворителям у фонда «Инсан» удается собрать более 80 тысяч рублей. Все эти деньги направляются на лечение больных детей. В особенности для детей. Детей онкобольных, детей бабочек, для детей с ДЦП, аутизмом. Эти деньги помогают им. Помогают им в реабилитации. Поэтому, в свою очередь, хотели бы призывать, да, когда увидите у нас во дворе джима мечети, нашу палатку, наших волонтеров, которые нам помогают в продаже этого плова, подходить, подключаться. Акция еженедельная пока проходит лишь на территории джима мечети Махачкалы. Организаторы планируют запустить подобную практику и в других мечетях столицы. Хамзу Нурмагомедов, Алиас Хабмагомедов, Мурат Бейбарзов, телеканал ННТ, Махачкала. На этом я с вами прощаюсь. Смотрите выпуски ННТ также на нашем тематическом телеграм-канале. Хороших вам новостей и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин